Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о французском, зенитно-ракетном комплексе малой дальности, Кроталь. Расскажу, что это за ЗРК, в чем его особенность и насколько хороши его модификации. Также напомню, что для любителей огнестрельного оружия мы подготовили обзоры на канале Loaded Gun, ссылка в описании. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк, это делает наш контент лучше. Let's burn! ЗРК Кроталь был разработан компанией Thompson CSF Matra, ныне это Thales Group. Предназначен для поражения ракет и других воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и БПЛА, которые летят на малых высотах. Первоначально при разработке комплекса Кроталь он не предназначался для армии Франции. Но в ходе разработки поняли, что комплекс эффективен и решили его также производить для Франции. Первоначально создавали и разрабатывали для Южной Африки, еще в далеком 1964 году. К концу 60-х годов с разработкой завершили и в Южную Африку поставляли с 1971 года. Но и тут интересный факт. В Южной Африке ЗРК называли «Кактус», а немного позже уже французские ВВС заказали поставки этой ЗРК. И вот во французской ВВС и дали название Кроталь, когда комплекс поступил на вооружение в 1972 году. К 1978 году у французов на вооружении уже было порядка 20 единиц ЗРК «Кроталь». А в целом с момента начала создания зенитно-ракетного комплекса было создано по оценкам Thales порядка 600 пусковых установок, различных модификаций и 6000 ракет к ним. На вооружении ЗРК стоит или стояло в 15 странах мира. У Португалии было два комплекса, но их продали. Были на вооружении и у Перу, Ливии и Ирака, а также Марокко и Чили. А на сегодняшний день стоят на вооружении либо в базовой модификации, либо в модификации под конкретные страны у Южной Кореи, Греции, Омани, Пакистане, Иране, Саудовской Аравии, Бахрэне и Украине. Продолжение следует... Французская армия в базовой модификации использовала шасси боевой машины Thompson Hotchkiss P4R с колесной формулой 4х4, вооруженную четырьмя пусковыми установками. Позже для обеспечения большей мобильности было решено установить систему на шасси французского основного боевого танка AMX-30. При этом количество пусковых установок было увеличено до шести. Экипаж, как правило, составляет три человека. В базовой модификации предусматривали использовать две машины. Одна с пусковыми установками, которых было от двух до восьми, и вторая с радаром для определения целей. Тут же уточню то, что сказал выше, чтобы не было разночтений. Говорю машина, но уверен, что вы поняли, что использовать можно самые разные шасси для установки пусковых установок Кроталь. Поэтому я не буду уточнять характеристики шасси, на которых использует Кроталь, потому что каждое шасси имеет свою характеристику. И если вы видите в источниках или СМИ информацию подобного рода, то знаете, что нужно уточнять, какое именно шасси используется и какая это модификация. Ракета в базовой модификации, которая используется в ЗРК Кроталь, в длину 3 метра и весит порядка 84,5 килограмм. Оснащена твердотопливным двигателем и может развивать скорость до 2,3 маха, что в пересчете примерно 750 метров в секунду. При этом может поражать цели, которые летят на расстоянии до 12 километров и на высоте 5-5,5 километров. Минимальная дальность поражения цели составляет примерно 500-700 метров. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 15 килограмм с контактным и неконтактным взрывателями. В ходе использования и испытаний определили, что при запуске одной ракеты по цели вероятность попадания составляет 80%. А вот при запуске двух ракет по одной и той же цели вероятность попадания составляет уже 96%. Перезарядка ракет в пусковых установках в зависимости от их количества занимает от 2 до 10 минут. И еще уточню, что, как правило, на боевых машинах с пусковыми установками можно перевозить в специальных контейнерах еще до 18 ракет, помимо тех, которые уже установлены в пусковых установках. На второй машине расположен радар обнаружения целей с фазированной антенной решеткой. Он обнаруживает потенциальные цели на расстоянии в 20 километров. Идентифицирует цель, определяет свой это или чужой. Одновременно может обнаруживать до 30 целей, а сопровождать до 12 целей. Если радар обнаруживать может цели на расстоянии до 20 километров, то сопровождать цели он может на расстоянии до 17 километров. Как правило, на одну машину с радаром, проще говоря, на один радар, приходится до двух-трех машин с пусковыми установками. Таким образом, организовывается система ПВО. И самое время рассказать о модификациях. Не буду останавливаться на всех, расскажу о самых ключевых, которые, так сказать, на сегодняшний день делают разницу. Кроталь NG, где NG расшифровывается как Next Generation, а переводится как Следующего поколения. Модернизированная версия Кроталь NG была запущена в производство в 1990 году. В этой модификации используется ракета ВТ-1, а в качестве шасси используют шасси танка Leclerc и оснащают восьмиупусковыми установками. Также оснастили комплекс импульсным доплеровским радаром S-диапазона, который способен обнаруживать цели на расстоянии до 20 километров и на высоте до 6 километров. Радар слежения КУ-диапазона может следить за целями на расстоянии до 30 километров. С помощью тепловизора комплекс может обнаруживать цели на расстоянии до 19 километров. Кроталь NG обладает высокой степенью автоматизации. Например, самостоятельно выбирать, какой из каналов оптимален для сопровождения цели. Время от обнаружения цели до стрельбы по ней составляет 5 секунд. Пусковая установка Кроталь NG способна одновременно вести огонь только по одной цели. Насчет высокоманевренной ракеты ВТ-1, которую разработали специально для использования с Кроталь. Она способна развивать скорость в 3,5 маха. Как отмечают на сайте Thales, 8 километров ракета преодолевает за 10,3 секунды. Весит 76 килограмм. Боевая часть весит 13 килограмм. Длина 2,35 метра. Диаметр 0,16 метра. Поражать цели может на расстоянии до 11 километров. И летящих на высоте до 9 километров. Также производитель отмечает высокую устойчивость к радиоэлектронным помехам и всепогодность. Следующая модификация южнокорейского образца. Samsung и Thales разработали новую сенсорную систему. А также была разработана собственная ракета Leak Nex-1. Электроника и радары были разработаны Samsung Electronics. Doosan DST интегрировал эту модифицированную систему Крата Лен-Жи на шасси боевых машин K200, оснащенную дизельным двигателем Doosan D2840L, мощностью 520 лошадиных сил. Максимальная скорость 60 километров в час. Первоначально было произведено те самые 48 единиц по цене 330 миллионов евро. Если произвести несложные вычисления, то получается, что одна единица обошлась Корейской Республике почти в 7 миллионов евро. Вторая партия из 66 единиц была заказана в 2003 году на сумму 470 миллионов евро. Оснащается KSM Pegasus 8-ю пусковыми установками. Ракеты могут поражать цели, которые летят на высоте до 5 километров и на расстоянии до 10 километров. Радар может определять цели на расстоянии до 20 километров. А радар сопровождения может вести цели на расстоянии до 16 километров. В 2008 году Франция испытала новую систему Кроталь МК-3. Кроталь МК-3 – это дальнейшее развитие Кроталь НГ. Ракета ВТ-1 была усовершенствована. В данной модификации ракета может поражать цели, которые летят на расстоянии до 16 километров и на высоте до 9 километров. И систему оснастили новым радаром – Шикра 3Д. Китайская модификация Кроталь называется HQ-7. Другое название – Хун Ци-7. В 1978-79 годах Китай импортировал некоторые из систем Кроталь для оценки и создания своей модификации. Первый экземпляр был изготовлен для испытаний в 1983 году. HQ-7 поражает цели, которые летят на расстоянии до 15 километров и на высоте до 8 километров. С годами ЗРК получил ряд улучшений и модификаций. Оснащается от 4 до 8 пусковыми установками. Радар Type 360S EF диапазона способный обнаруживать цели на расстоянии до 18 километров. А вот ракеты используют такие же, как и в базовой модификации Кроталь. Что ж, вот такой вот он зенитно-ракетный комплекс Кроталь и его модификации. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.